Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Сарглана Захарова. Серебро в копилке России на Олимпиаде в Пхенчхане. Очередную медаль принес скелетонист Никита Трегубов. Ранее мы сообщали, что российский спортсмен после третьей попытки спустился на четвертую позицию с общим результатом в сумме за все заезды в 2 минуты 31,62 секунды. Но в решающей попытке он улучшил свои показатели и принес в своей сборной шестую по счету медаль Олимпийских игр. Результат 3 минуты 22,18 секунды. Золото завоевал кореец Юн Сунг Бин, опередив нашего спортсмена всего на 1,63 секунды. Брон затосталась британцу Доминику Парсонцу. Серебряной победой Трегубова поздравил президент Федерации бобслея России Александр Зубков. Эта медаль доказывает, что сборная России продолжает оставаться сильнейшей, несмотря на все сложности, заявил он, передают РИА новости. Конечно, он заслужил эту медаль. Долгое время шел к этой награде. Он молодец, сделал все, что от него требовалось, как лучший боец в нашем виде спорта. Хотим передать ему огромное спасибо за ту радость, которую он нам принес сегодня. Уверен, что это будущее нашего скелетона, которое будет всегда нас радовать, сказал Зубков. Также он добавил, что Трегубов доказал и в минимальном составе. Российские спортсмены бьются, добиваются результатов. Он сделал это за тех ребят, которых не допустили до игр. Еще одну медаль принес лыжник Денис Спецов. Он завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 15 километров с свободным стилем. Бронзовый призер уступил первому месту 23 секунды. Тем самым золото ушло швейцарцу Дарио Калония. Вторым к финишу пришел норвежец Симен Хекстадт Крюгер. Его время 18,3 секунды. Отмечу, что ранее россиянин занял четвертое место в скейтлоне. Остальные российские спортсмены в десятку, к сожалению, не попали. Андрей Мельниченко на 14 месте, Алексей Витценко – 49. После этого успеха Калония стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Таким образом, теперь в копилке российской сборной семь медалей, две серебряные и пять бронзовых. Нападающий в Вашингтон Александр Овечкин набрал 1100 очков в карьере в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги команда Овечкина на выезде со счетом 5-2 победила Миннесоту. Российский хоккеист отличился в этой встрече с заброшенной шайбой и тремя результативными передачами. Таким образом, Овечкин достиг отметки 1100 очков в играх регулярных чемпионатов. В их числе 592 шайбы и 508 ассистов. Хоккеист в текущем сезоне продолжает возглавлять гонку снайперов с 34 взятиями ворот. Несмотря на впечатляющие показатели своего лидера, Вашингтон идет на четвертой позиции Восточной конференции. Российские мини-футболисты на втором месте в рейтинге чемпионата Европы и Азии. По окончанию традиционных соревнований обновились рейтинги сборных команд по версиям УЕФА и ФИФА. Первым в европейском списке по-прежнему идет сборная Испании. Бронзовый призер турнира Старого Света команда России сохранила второе место. В ее активе 1700 очков. Новоиспеченный чемпион Европы сборная Португалия опередила итальянцев и вышла на третью строку списка. Отрыв россиян от европейских бразильцев составляет 8 очков. В мировом футбольном рейтинге сборная Португалии за счет своего чемпионства поднялась на три позиции вверх – с седьмого на четвертое место. На третьем месте – сборная России. На втором – команда Испании. Возглавляют мировую статистику представителям Бразилии. Нерингринские спортсмены на пьедестале почеты европейского старта по джиу-джитсу, сообщает спорт Якутии. Москва впервые приняла чемпионаты Европы. На российские статами за два соревновательных дня вышли больше тысячи спортсменов из 26 стран мира. Школа единоборств «Эрель» Нерингринского района заявила команду в составе пяти человек. Из них отличились юниоры. В категории до 68 килограммов победу одержала Виктория Яковлева, а в весе до 46 бронзовым призером стал Валерий Калашников. Якутские пауэрлифтеры – лидеры в России и в городе Суздаль прошли чемпионат и первенство по пауэрлифтингу среди элит с поражением опорно-двигательного аппарата. Всего приняли участие 155 спортсменов из 38 регионов страны. Представители Якутии завоевали четыре золотые и одну серебряную медали. В состязании среди взрослых не было равных чемпиону России, Европы и мира Владимиру Балынцу. Автор многих рекордов уже в 13-й раз взял звание чемпиона страны в весе до 49 килограммов. Еще один якутянин, перспективный Ренат Жангиров, к сожалению, в тройку призеров не попал. В категории юниоров успех праздновали Светлана Воронянская и Василина Иванова. Обе спортсменки выиграли золото чемпионата в категориях до 41 и до 55 килограммов. Также успешным выступлением отметились юноши. Виктор Евсеев стал победителем в весе до 88 килограммов. Серебряный результат у Василия Иванова в категории до 80 килограммов. Теперь чемпионы страны готовятся к выступлению на первенстве и чемпионате Европы, который состоится в мае в Париже. Точно в цель сегодня в Якутске стартовал чемпионат Республики по стрельбе из лука в помещении. В соревнованиях участие принимают 177 спортсменов из 19 команд. В числе участников все лидирующие лучники из сборной команды Якутии. Впервые на республиканском чемпионате представлены сборные команды Нюрбинского и Олегминского улусов. В этих районах активное развитие стрельбы из лука началось в прошлом году благодаря открытию секции на базе местных спортивных комплексов. Дебютанты вместе с опытными стрелками соревнуются в личном и командном зачетах. Стрельба идет в классическом и блочном дисциплинах. Финальные встречи пройдут в воскресенье в спортивном комплексе Дахсон. Сильнейшие атлеты Республики поборются за звание победителя турнира «Амама Джинета». В центре спортивной подготовки «Триумф» пройдет соревнование по силовому многоборью на призы чемпиона России, Европы и мира по масс-рестлингу Анатолия Баишева. Выявление чемпиона пройдет в поднятии камней на время, буксировке тяжести, сгибании железных прутьев, метании и переноске камня. В соревновании примут участие 19 спортсменов, в их числе победители игр ДГ на разных лет, кроссфитер международного уровня и масс-рестлеры. Призовой фонд составляет 450 тысяч рублей. Так, «Триумфатор» получит 200 тысяч серебряные и бронзовые призеры, 150 и 100 тысяч рублей соответственно. Турнир состоится уже в это воскресенье. Начало в 10 часов. Это были новости спорта. Всего доброго!